Привет, друзья! Всем нам с детства твердили, что нужно говорить только правду. Действительно, принцип хороший. Но когда мы общаемся с кем-то по-английски, словарного запаса выразить правду может не хватать. Поэтому сегодня разберем 10 способов, как быть честным по-английски. Начинаем с самых простых вариантов. To be honest. Если быть честным, честно говоря. To be honest, I don't know him very well. Честно говоря, я не очень хорошо его знаю. Синоним этой фразы слово honestly, честно, если честно. Honestly, I don't know what I would do without your help. Если честно, я не знаю, что бы я делал без твоей помощи. As a matter of fact. На самом деле, фактически. Эта фраза употребляется, когда мы хотим подчеркнуть правдивость и возможную неожиданность наших слов. Особенно на контрасте с предшествующей мыслью. Например. I didn't see you at the party yesterday. As a matter of fact, I wasn't invited. Я не видел тебя на вчерашней вечеринке. На самом деле, меня не пригласили. В этом диалоге ваш собеседник не ожидает, что вас не пригласили. И именно поэтому он не видел вас на вечеринке. А вы подаете эту информацию при помощи фразы as a matter of fact. Следующий вариант фраза in fact. На самом деле, фактически. На самом деле, никто не рассказал мне о предстоящей презентации. Очень популярное в разговорной речи слово actually также переводится на самом деле. Оно подводит к информации, которая может противоречить предшествующим словам. Например, как в следующем диалоге. Райан Гослинг один из моих любимых американских актёров. Ну, на самом деле, он канадец. To be fair. Эта фраза значит «если быть справедливым». Справедливости ради. To be fair, he was the one to introduce this idea. He should take all the credit. По справедливости именно он предложил эту идею. Вся благодарность должна достаться ему. Следующая фраза также подчёркивает нашу искренность и откровенность в высказывании. Frankly speaking. Откровенно говоря. Frankly speaking, he is not very good at giving advice. Откровенно говоря, он не очень хороший советчик. Быть честным также поможет фраза to tell the truth. Или to tell you the truth. Нужно признаться, говоря на чистоту. To tell you the truth, I didn't understand a word you just said. Если честно признаться, я ни слова не понял из того, что ты только что сказал. Фраза «if truth be told» также значит «если говорить на чистоту, по правде говоря». If truth be told, I didn't like her at first. Если говорить правду, она сначала мне не понравилась. As it happened. Эта фраза переводится «на самом деле». Получается, что, как бывает, она употребляется, когда что-то неожиданно и удобно оказалось актуальным. Например, друг рассказывает вам о своей проблеме, не надеясь на помощь, а вы говорите «на самом деле так вышло, что я могу тебе помочь». Смотрим пример. Моя девушка выгнала меня из дома, и мне негде остановиться сегодня ночью. На самом деле, мои родители не в городе, так что можешь остаться у меня. Какие еще способы сказать правду можно добавить в сегодняшний список? Какие фразы теперь будете точно применять именно вы? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Если этот урок вам понравился, ставьте лайки, не пропускайте новые видео. С вами был Кирилл. Спасибо, что смотрите. Увидимся в следующих видео.